С чего начинается красивая женщина? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Душевная привлекательность, глубина рассуждений и, конечно же, пропорциональная фигура и подтянутое тело. Лишние килограммы не только портят внешний вид, но и наносят вред здоровью. Одной из самых удачных площадок для коррекции объемов бесспорно станет тренажерный зал. Это вердикт специалистов, в частности инструктора Юлии Малявко. Тренажерный зал – это уникальное место, где могут приходить люди с различными проблемами со здоровьем и могут проработать абсолютно любую группу мышц. Да, тренажерный зал – это площадка для женщин с любыми проблемами со здоровьем, уверена Юлия. Ведь нагрузку грамотный инструктор может рассчитать так, чтобы не навредить, а наоборот, помочь ослабленному организму. Подобрать только то, что будет действительно полезно. Среди подопечных Юлия Малявко – девушки и женщины разного возраста, с разными запросами. И каждая получает от себя и от своего тела то, что действительно хочет. Плюс здоровье. Человек, который не уделяет с молодости физкультуре внимания, рано или поздно придется уделить внимание собственному здоровью. Конечно, если человек приходит первый раз, то стоит обратиться все-таки к тренеру, потому что можно наделать беды. Ну, где-то что-то там болит спина, а вдруг там грыжа. То есть вот это тоже все учитывается. Для этого, собственно, и нужен тренер. Постановка техники – это все очень важно. Питание. Тренер должен просчитывать питание, особенности. И для кого не секрет, что быстрый ритм жизни, перекусы на ходу, несбалансированное питание, отсутствие должного отдыха и сна – все это делает женщину более уязвимой перед заболеваниями. Поэтому параллельно с занятиями фитнесом неплохо бы обратиться и к нутрициологии. Это направление появилось достаточно недавно, однако уже представлено в нашем городе – в центре Лиэль. В отличие от диетологии, ставящего главу угла похудения, нутрициология направлена в первую очередь на нормализацию работы организма и поддержание хорошего самочувствия. Проблем, с которыми сюда приходят представительницы прекрасной половины, немало. Одно дело, что мы недоедаем в питании, и другое дело, а вообще усваиваем ли мы. Поэтому желудочно-кишечный тракт – это, конечно, основа основ, то есть то, с чего начинается здоровье. И уже, конечно, да, часто из-за этих вопросов человек уходит сильнейшие дефициты, анемия в том числе. И гормональная система женская очень сильно зависит, потому что не все знают, что даже серотонин, 80% нашего серотонина, гормона счастья, вообще находится в кишечнике, то есть синтезируется. Рекомендации нутрициологи дают на основе имеющихся медицинских анализов и большой анкеты. Специалисты подходят к вопросу питания комплексно. При формировании рациона они учитывают не только анамность, но и половую принадлежность, вес, привычки, возраст и пищевые пристрастия обратившегося. Проходить обследование лучше и чаще. В прошлом году я бы еще сказала раз в год хотя бы. Сегодня я четко могу сказать раз в полгода. То есть вот раз в полгода нужно проверять, причем просто раз в год это будет более такой комплексный список анализов, более такой обширный. А уже раз в полгода мы можем что-то посмотреть, то, что было, например, не в норме, именно то, что мы сдавали раз в год. Поэтому вот хотя бы два раза в год. И как в природе весна и осень, вот это самое благоприятное. Вот сейчас осень, то есть даже организм человека более склонен к детоксикации, то есть именно весной и осенью. Женский мир и женское здоровье многогранны. Для того, чтобы иметь силы чувствовать себя физически и душевно красивой, есть большое количество уходовых процедур, массажей, инъекций. В списке обязательных процедур регулярное посещение гинеколога, проведение УЗИ-исследований, чтобы не только быть здоровой, но и готовой подарить миру нового человека. За одну жизнь представительница прекрасной половины успевает сменить десятки ролей, самое главное из которых – быть самой собой, чувствовать свои потребности и знать, что практически все в ее руках.